МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, вступление было на прошлой неделе. Сегодня мы поговорим о гармонии. Я называю этот урок сила гармонии или сила первого творения. Чтобы разбирать этот текст, нам придется использовать книгу «Бытие». И я вам на самом деле буду показывать целый ряд проблем, которые сложно в книге «Бытие» понять и разобрать. Потому что эта книга была написана на иврите, и вдруг начинаются какие-то переводы. Для тех, кто говорит, давайте будем читать чистое Слово Божье, я хочу напомнить, что любой перевод – это интерпретация. Любой перевод. Самый лучший перевод. Все вместе взятые переводы, и все они по отдельности, это всего лишь интерпретация. И оригинал сложно иногда понять. И я вам покажу, почему. Повторюсь еще раз. Мое представление о Боге – он неплохой архитектор, он суперархитектор. И то, что он сделал, было совершенно, но он дал человеку это все в руки, и человек довел до того состояния, до которого довел. И Бог включил шаги исправления. Вы знаете, вот это выражение «тикунулам» или «исправление всего», и оно в мистическом иудаизме растянуто еще на больший концепт, что там были искривлены или поломаны, или допущена трагедия не только в этот физический мир, в котором мы живем, но и во все остальные. Мы про них поговорим через минуту. И интересно, что Новый Завет эту тему немного поддерживает. Я не буду вдаваться в мистику, но в Ефесянах, в первой главе с 19 по 22 стих, есть интересное заявление. Повторюсь, Ефесянам, первая глава, с 19 по 22 стих, там сказано так. «Безмерно величие его могущества в нас, верующих по действию державная сила его». То есть в нас его слава велика, он в нас действует той уже самой силой, которой он воздействовал в Ешуа, воскресив его из мертвых. То есть мы все читали про этот факт. Но 21 стих говорит интересно. «Посадил его Ешуа по правую руку от себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого имени, именующегося не только всем, но и в будущем. И все покорил под ноги его». То есть здесь Павел как бы намекает, что источник всеобщего текуна исправления стал, то есть он не стал начальником, но он стал пиком всеобщего исправления. И сейчас через него все это двигается Ешуа Хамашех, Иисус Христос, которого Бог посадил по правую руку от себя за то, что он позволил всем страданиям мира в нем сосредоточиться. Ладно, мы двигаемся дальше, и я еще раз повторю план, про который мы говорим. Совершенное творение, помните, я рисовал диаграммы. Я буду говорить о трех шагах деградации человека и о трех шагах восстановления к уровню, который мы потеряли. Еще раз напомню, помните выражение «фабричные настройки». Бог возвращает все к фабричным настройкам. И я читаю текст из «Деяния апостолов». Вы все помните, этот текст был самым первым, я его начал читать самым первым. И этот текст говорит, что прежде чем Ешуа вернется на эту землю, все будет исправлено и восстановлено. А сейчас давайте почитаем и попытаемся понять, в чем сила творения, что там Бог сотворил. И я прошу вас еще раз, особенно тех людей, которые любят буквализм, не сильно расстраиваться, если я какие-то вещи скажу не так, как вы понимаете, потому что я добавляю еще одно мнение, и я не собираюсь с вашим мнением спорить, но моя цель, чтобы у вас была раскрытая картина. Писание начинается с такими словами. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И здесь уже есть проблема. В чем здесь есть проблема? Лингвисты говорят, то есть на иврите это звучит так, «брешит бара элухим эта шамаем ве это арет». Слово «брешит» перевели как «вначале». Бара сотворил, «брешит бара» вначале, «бара сотворил элухим Бог, небеса и неба». Так вот, некоторые лингвисты говорят, что перевести это как «вначале Бог сотворил небеса и неба» не вполне правильно, потому что здесь «брешит» звучит как имя личное, не как «вначале», а как кто-то с именем «брешит», который сотворил элухим, не в плане «бог вседержитель». А элухим также используется в псалмах как выражение судей или управителей стихий. То есть это слово достаточно сложное. Я на самом деле не очень люблю такой перевод, но я просто говорю вам, что и такое мнение тоже существует. Все-таки вернемся к стандартному. Я придерживаюсь больше стандартной интерпретации. Вначале сотворил Бог небо и землю, но иврит и здесь говорит немножко иначе. Не небо и землю, а небеса во множественном числе. Небеса на иврите звучит как «шамаем». И те, кто знает или изучает иврит, «шам-маим» – там вода. Позднее мы будем читать о тексте, как Бог сотворял это все, и он там установил ракию или свод. По-русски переведено как «свод над землею» и над ним вода. Некоторые из ученой-братьев предполагают, что это вполне возможно было так сделано, чтобы ультрафиолет не достигал земли в той мере, как он достигает ее сегодня, и поэтому до потопа, до того, как обрушилась вот эта вода вниз, человек жил долго, ему не вредили солнечные лучи и т.д. и т.п. Возможно и так, но здесь немножко другой смысл вкладывается. «Шамаем» или «небеса», «много небес» правильный, «сотворил много небес и землю», говорит о том, что эти небеса – это как миры, ну вот как бы пересечение миров. Эту идею поддерживает апостол Павел, как минимум. Почему он ее поддерживает? Потому что во времена второго храма в еврейской традиции часто говорили о семи небесах. Помните такое выражение в русском языке? «Доволен я на седьмом небе, наелся меда, и я на седьмом небе». Ну, можно чего-то другого наесть, неважно. Павел говорит по-другому. Он говорит «знаю человека, который в теле, не в теле, был восхищен на третье небо». То есть есть какие-то уровни с небожителями, небожителями, которые живут на каждом из этих уровней. Мы слабо это знаем. То есть если мы поищем в интернете, мы найдем иерархии, ангельские иерархии, демонические иерархии. Это все как бы выжимки. На самом деле, когда мы читаем священное писание в оригинале, то только видов небожителей есть как минимум 15. То есть кого мы знаем по-русски из небожителей? Ангелы, архангелы, херувимы, серуфимы, ну и там еще силы, власти, начальства, и еще там несколько демонических. В иврите там их поболее. Их там может 15 или больше даже. И в некоторых случаях мы читаем о виде небожителя, которого мы даже не понимаем, что это небожитель. Допустим, хашмалим. Это сегодня переводится как электричество, но в контексте языкиля это какие-то существа, которые сверкали. Это не какое-то явление, а это какое-то существо. Или ищи им, допустим. Это ищи, ищ на иврите это человек. А здесь как бы подобные человеком. По всей видимости, когда наши патриархи встречались в некоторых случаях с странными созданиями, и сначала думали, что это люди, а это были даже и не ангелы, это были какие-то ищи им, а в других случаях эти были ангелы. Мы не понимаем, но суть здесь такая. Бог сотворил нечто, пересеченное многократно. И это только первый стих бытия первой главы. Земля же, второй стих, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Тьма над бездною, или пустота безвидна, там есть такое слово, то-в-в-в. И оно опять-таки переводится по-разному. Некоторые говорят о хаос. Но когда мы говорим хаос, значит, мы должны задуматься, а почему есть хаос? Ведь когда Господь творит, и потом мы посмотрим, когда Он начинает творить вещи, все случается в совершенном виде. Помните, всякий раз, когда Господь завершает какую-то фазу творения, Он делает ее и подтверждает словами тоф или тов-меот. То в наеврите это значит хорошо, а тов-меот это многосотенная тов. То есть меот это сотни, или огромное совершенство. И откуда тогда здесь взяться хаосу? И есть такое допущение, что вот между первым и вторым стихом, там в этих конструкциях миров случился какой-то конфликт. И чтобы сотворить физическую вселенную, Божий Дух витает и вкладывает, и выстраивает, и структуризирует, и гармонизирует все это, чтобы было место обитания для человека и для живого мира, который окружает нас. Есть другое толкование на данный стих, есть еще много толкований. Я вам пока два даю, больше пока не нужно. И тов-моот можно перевести как движение атомов. То есть это было какое-то движение микрочастиц, и Дух Божий витал над землею, направляя их, чтобы эти частицы собирались вместе, образовывая физические тела. То есть мы можем пойти и тем текстом, и другим текстом. Но я вот в этот момент хочу ввести одно выражение, которое мы услышим только в книге Исход. И это слово, которое вы, наверное, многократно слышали в программах мессианских евреев Тора. Часто слово Тора переводят как закон. Это не закон. То есть в Торе есть законы. Там есть уставы, там есть истории, там есть какие-то принципы. И это все то, что записано, и что мы можем хоть как-то понять. Там есть такие законы, которые называются хукат, которые невозможно логически понять, как они работают, почему именно так они работают. Но они даны Богом, и мы некоторые вещи воспринимаем. Он сказал, мы сделали, и не вдаемся в подробности, чтобы не спекулировать. Но это все вершина айсберга. Суть Торы скрытой Торы. Я имею в виду не мистики какой-то, а того, что Господь сделал, по всей видимости, вот как кровь является жизнью для тела человека, так Тора, и я повторяю это слово на иврите Тора, потому что ни на один другой язык ее нельзя однозначно перевести, она является кровью всего творения. И еще дает намек на эту тему тоже. В Матфея, в пятой главе, там с 17 по 19 стих, чтобы не ошибиться, он говорит, ни одна, я скажу это, как я скажу, там написано чуть иначе, ни одна йота из Торы не уйдет, потому что она содержит все творение вместе. Она держит творение, она, и вот, когда мы читаем, что Дух Божий над землей движется, и вкладывает, не только структуризирует движение атомов, или расправляет тот хаос, который возник, не знаю из-за чего, но он вкладывает Тору, жизненную силу, которая включает все фундаменты, включает принцип. Знаете, какой принцип удерживает весь мир? Ишуа его тоже называл, но этот принцип известен с времен Торы, мера за меру. То есть ты прыгаешь с высоты, хочешь оказать давление на землю, а земля оказывает движение на твои ноги. Ты кому-то делаешь зло, и вот эта вот прошитая атмосфера из вселенной Торой возмещает тебе зло на зло. Там даже как бы Бог не должен участвовать, Он просто устроил это, как самогармоничный механизм. Это вот то, что мы здесь читаем. Третий стих. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Здесь я хочу заметить интересную вещь. Во-первых, во-первых, здесь есть явно какая-то неточность, или что-то не того. Что не того? Еще светило не существует, а свет уже появился. Или Библия, это не книга, которая все расставляет, один, два, три, четыре, пять, некоторые вещи мешает местами по какому-то умыслу, или мы должны двояко понимать эти места. И вот свет, который был сотворен, до сотворения светил, как многие интерпретируют свет Машеха. Такое толкование есть и в иудаизме, и в христианстве. И это очень интересная темка, которая позднее, я еще больше ее раскрою, но есть такое мнение, что Бог, прежде чем начать все творение, сотворил, наверное, неправильно сказать, потому что сразу спецы скажут, Бог не творил Мессию, правильно, Он не творил Мессию, Он рожден, то есть Бог явил из себя прежде творения мира. В еврейском подходе есть семь вещей, семь, запомните цифру семь, которые Он явил из себя, прежде сотворения мира, и на базе этого весь мир был сотворен. Он сделал Тору, я уже пояснил, что это, Он установил престол славы, был построен образ или чего-то, что называется храм, помните, Моисею было сказано, сделай то, что я показал тебе на горе. Он сделал Шеол, место будущего, на всякий случай, поместить души умерших, если человечество отойдет от него. Он сотворил такую функцию, которой не было раньше, и это называется способность каяться. То есть человек разочарован, падает на колени и кается. Не так, как животное, которое случайно покусало человека. Я вам расскажу одну притчу, историю смешную, не знаю, правдивую, кстати. У одного человека был домашний варан. Знаете, варан такая, ящерица здоровенная. И однажды он укусил его, человека, в смысле, не человек варана, а варан человека. И человек хотел было рассердиться, ты что делаешь, ты же моя домашняя мягкая игрушка. И вдруг он посмотрел на варан и увидел, что у него слезы текут. И варан как бы сожалел об этом. И человек пошел в одно место в своей квартире, в другое варан за ним бегает, и у него слезы текут. И он так растрогался, думает, какая же животина добрая, что, наверное, случайно укусил меня. И сейчас у него слезы текут, он за мной бегает, хочет покаяться, наверное. Потом он по случаю рассказал эту занятную историю кому-то из друзей. И друг ему сказал, варан при укусе выпускает немного яда. Он бегал за тобой, ожидая, когда ты просто упадешь и потеряешь сознание. Но яд варана слишком слабый для человека. Так вот, возможность покаяться, которую сотворил Господь, это не как слезы у варана. А именно поэтому потом многократно говорится такое выражение, что небеса радуются покаянию одного грешника. Больше, чем 99 там танцуют в славе и поклоняются Творцу. Седьмую вещь, которую сотворил Творец, имя Машиаха. И мы читаем про это в Библии, написано, то есть, я вам прочитал семь вещей, которые явил из себя Господь по еврейскому толкованию, но в Библии написано, в Новом Завете, что Машиах заклан за нас прежде сотворения мира. Я вам показываю вещи сейчас, связанные с некоторыми сложностями, но уже эти идеи там внутри заложены. Я читаю дальше сейчас и увидел Бог свет, хочу быстрее, потому что боюсь, что я не успею сегодня вложиться, то, что заготовил. И увидел Бог свет, что Он хороший, отделил Бог свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму, ночью, был вечер, было утро. То есть, смотрите, еще светила не были сделаны. И шестой стих говорит, и утвердил твердь или ракию, что-то там отделяющее воду от проникновения на землю. То есть, какая-то космическая картина, и некоторые говорят, да это все бред. Вы знаете, что здесь я вам хочу сказать, примерно сто лет все утверждали в вечность и аутичность теории Дарвина сегодня говорят, что это бред. А вещи, которые в Библии записаны, они абсолютно не бред. И, возможно, некоторые вещи, которые опровергают то, что люди как бы говорят этого нет, это по-другому нужно. В один день установится. И было, и назвал Бог небо твердью, твердь небом, и был вечер, было утро, день второй. Третий день Бог производит все, что растет. И только на четвертый день, 14 стих, светило на тверди. То есть, там были установлены и луна, и солнце, и звезды, чтобы по ним можно было ориентироваться и наблюдать смену вечера, утра, суток. И как бы вы все уже замечаете, здесь интересная еврейская традиция, библейская традиция, что день отсчитывается не с следующего дня, а вечер, и было утро. 20 стих, я пока пробегаюсь по творению, что Бог сотворил, самое интересное начнется через пару минут, когда мы подойдем к человеку, но просто хочу какие-то мелкие детали отметить, потому что, когда вы будете читать бытие на русском языке, какие-то вещи сможете уже увидеть по-другому. 20 стих, и произведет земля, произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и так далее, и птицы, и рыб больших, и всякую душу. Что интересно, в 21 стихе написано «Ве ивра элухим эт хатанин атниним хак долим» и «Сотворил Бог», там написано «пресмыкающихся» в русском языке, в другом месте переведено как «бегемота» или «крокодила», и слово «танин» реально переводится как «крокодил» в современном иврите. Но вообще слово «танин» больше подходит к каким-то чудищам. И если мы знаем немножко биологию, то по всей видимости этими чудищами легко назвать динозавров. Кстати, это не касается данного текста, но очень интересно, когда Моше, Моисей, сражаясь или противостояв алхвам с фараона, бросал свою палку на пол, там не змея появлялась, там тоже появлялся «танин». Что там было? Вообще как бы. Ладно, мы идем дальше, это был уже день пятый, и сейчас я хочу очень подробно разбирать сотворение человека, надеюсь на ваше какое-то взаимопонимание, сотрудничество, потому что эта тема непростая, и надеюсь, я как бы ее изъясню. Опять-таки, каждый оставайся при своем мнении. 26-й, читаю сразу два стиха вместе, пожалуйста, вы можете у себя в Библиях там кое-чего даже подчеркнуть, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, на иврите образ, это целем, от слова целюм или фотография, вот сфотографировать, это называется целюм, или сделать рентген, целюм, то есть раз там, он говорит, сотворим человека, сотворим в будущем человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Следующий стих говорит, и сотворил Бог человека по образу своему, сотворил мужчину и женщину, то есть, мы видим здесь не схождение двух стихов, в 26-м Бог говорит, сделаю целем в дмут, дмут это доме, или подобный, подобного, то есть, подобного мне, целем это фотографическая какая-то идентичность, а дмут это подобного мне по качествам, а сотворяет только подобного по целям, по виду или почему-то такому. Во-первых, я хочу здесь сказать первое, когда мы пытаемся, почему писания запрещают нам изображать Господа Бога. Все, о чем мы говорим, мы говорим языком, нашим человеческим языком, который в состоянии выразить то, что мы можем понимать, но мы по умолчанию понимаем, что творец веков, в присутствии которого даже специально сотворенные стоять перед ним существа херувимы или на иврите слиха серафимы или на иврите сруфим саруф это обожженные обжигаются от славы стояния перед ним и в Туре написано несколько раз невозможно увидеть Бога. Павел когда был восхищен только до третьего неба, даже не до высших небес, он говорит у меня нет слов и нет языка как передать все. Иоанн который был попроще менее образован чем Павел когда он видел небеса он их просто нарисовал как огромную ювелирную лавку короче говоря говорить что Бог имеет руку и она подобна нашей руке это некорректно потому что он есть дух и мы его не можем выразить но хоть как-то короче говоря толкую 26 и 27 стих и даю вам которые легитимны услышьте их почему я говорю об этом чтобы через момент я буду говорить о совершенном мире который Бог сотворил который мы понять не можем объясню сейчас почему не можем понять и только можем как-то фантазировать это все что мы потеряли на самом деле через падение через деградацию это то о чем Господь пообещал что он восстановит все исправит все сделает тикун олам короче говоря вот два толкования и так целем это какая-то некая схожесть именно поэтому часто в писании говорится рука божья глаз уста божьи правая рука десница моя или идет Господь или ризы мои то есть мои одежды то есть как будто Бог носит какие-то одежды похожие на наши одежды это только какой-то намек даже этот целем образ это все равно какой-то намек и языкиль когда видел там что-то или старейшины Израиля когда стояли возле горы Сина и видели сапфиры подобие сына человеческого сидящего на нем видели образы подобие это знаете что такое как они видели некоторые толкователи говорят это когда ты стоишь и ставишь много зеркал и в одно видишь там чего-то что отразилось в тех дальних вот какое-то чего-то то есть образ это именно в этом плане но мы подобны по образу его в каком плане мы тоже можем простирать нашу руку мы можем говорить мы можем думать мы можем решать а дмут или подобие помните выражение в новом завете мы все не все умрем но все изменимся и будем подобны ему вот как раз вот это место когда внутреннее наполнение станет особенным то есть вы можете хотя бы представить Ешуа воскресшего из мертвых когда он явился своим ученикам и они просто остолбенели от шока и там была огромная слава будем подобны ему я даже боюсь думать в ту сторону но вот повторюсь два толкования первое в стихе 26 господь показывает несотворенного но рожденного машеха который прежде вековых времен был который есть чистый образ и подобие божие новый завет на эту тему тоже есть дает нам некоторое подтверждение и он говорит потому что он Ешуа есть образ ипостаси ну помните такое выражение в евреях и он в 26 стихе сотворяя человека уже Адама говорит вот ты будешь достигать него машеха и вот я уже повторил стихи то есть ты достигнешь и станешь таким же и в новом завете есть такие стихи увидим его как он потому что будем подобны ему или сеется в клень и восстает в славе сеется тело душевное восстает духовное я сейчас не говорю вам места писания вы всех и так знаете максимум забьете в поисковик и быстро найдете их второе толкование то же самое только без этого прото-человека то есть Бог показывает Адаму я тебя сотворил только по моему образу но по жизни ты будешь если ты будешь следовать верному пути ты разовьешься и ты станешь как вот этот образ и подобие мое и этому мнению есть тоже другое место и даже много мест в писании допустим Павел говорит я бегу на ресталище чтобы тоже достичь чтобы достичь чего-то то есть я хочу развиться другими словами он говорит короче говоря я почему показываю вам эти места чтобы показать что не все однозначно мы можем понять и должны какие-то вещи допускать фантазировать прежде чем я истолкую и дальше буду говорить про творение как оно там было на самом деле и что оно там было на самом деле я хочу сказать вам одну интересную историю я в Израиле живу 30 лет и я родился в бывшем советском союзе в Белоруссии как бы учился в университете учился в Рижском политехе точнее тогда сейчас университет Рижский политехнический институт и как бы был ну не подкован но по крайней мере знал историю Советского Союза когда я приехал в Израиль и часто стал пересекаться с Олим иммигрантами из Штатов и в разговорах мы стали говорить про вторую мировую войну я говорю Советский Союз всех там победил бла-бла они говорят о чем ты говоришь это Америка всех победила я говорю что вы смеетесь с меня что ли они говорят да 100% мы об этом учили в школе нам показывали да нет вы там на каком-то этапе нам тушенки дали и там войска высадили в Франции и на этом все ваше было это вот они говорят да ты что это вы там толкались немцами возле Москвы а мы короче говоря я к чему это говорю 30 лет назад от времен Великой Отечественной войны прошло сколько 50 лет 40 лет 60 лет я сейчас быстро не 45 и это 90 да 55 лет и люди толкуют по-своему так как им нравится хоть полным-полно документальных документов фильмов фотографий реальных свидетелей живших тогда и то все толкуют по-разному тем более сложно толковать вещи которые были когда-то а тут мы вообще говорим о чем-то совершенном и нам приходится включать не побоюсь этого слова фантазию кроме фантазии я буду включать еще кое-чего это называется мидраж наверное не все из вас знакомы с еврейским таким жанром мидраж мидраж толкование которое с древности существует в народе относиться к мидражу как к священным писаниям абсолютно нельзя запрещено и даже существует такое выражение в уравинов когда они говорят кто не знает мидраж тот глупец нет тот кто не знает мидраж тот невежда а кто верит мидражу тот глупец то бишь мы можем какие-то вещи принимать но мы должны как бы чувствовать пропускать это через свой фильтр короче говоря толкую сейчас и благослови 28 стих и благословил бог и сказал плодитесь размножайтесь наполняйте землю обладайте ею владычествуйте над рыбами небесными морскими всякими животными я забегу во вторую главу там есть еще одна задача которую бог поставил человеку и потом я просто назову задачи которые господь поставил для человека и на основании этих задач как бы логически мы попытаемся понять в чем же была крутизна недостижимая для нас творение это 2 глава 15 стих и взял господь бог человека и поселил его в саду эдемском чтобы возделать его и хранить его и так 1 глава 28 стих и 2 глава 15 стих если мы делаем компиляцию этих двух стихов то мы а и 20 и 20 стих 2 главы еще один и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым но для человека не нашлось помощника подобного ему короче говоря если мы делаем компиляцию этих трех стихов бытие 1.28 бытие 2.15 и бытие 2.20 то вот что бог поставил человеку как задачу пожалуйста услышьте меня первое плодиться и размножаться что как бы несложно и сегодня делать только надо делать это в божьей воле и с умом 2.21 обладать землею 3.21 владычествовать над животным миром и возделывать и хранить сад а сейчас я называю вот этот кусочек немножко фантазией от Леона а вы уже сами судите насколько вам эта фантазия приемлема или неприемлема я говорю из этих стихов и из того что когда бог делает каждый этап творения он говорит то в мед очень хорошо совершенно я сделал и когда господь говорит совершенно я назову это математическим числом которое равна 100 процентов то есть когда господь говорит я сделал хорошо 100 процентов то есть отлично молодец супер вот сегодня допустим я пригласил у нас в квартире сделать какой-то ремонт и я вижу о это сделано отлично это не очень это так это так это сяк то есть мы по-разному когда бог делает он делает все супер ну я надеюсь вы согласитесь с таким моим утверждением и вот почему человек был на 100 процентов интеллектуально развит сегодня я не знаю насколько это правда но ученые говорят что в среднем человек задействует 5-7 процентов своего мозга некоторые смеются над этим некоторые говорят что это да действительно так некоторые говорят нет весь мозг задействован я не знаю но я все-таки пойду от этого утверждения что 5-7 процентов 5 это обычный человек 7 это кто-то гений который умеет включать свои мозги на полную катушку здесь мы читаем и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым вы знаете библия написана на иврите я имею ввиду особенно то что называется тора и многие говорят что иврит он является языком сотворения или творения я вам потом покажу очень интересные примеры с которыми я крайне согласен я сейчас не прокачиваю силу иврита потому что иврит хоть я уже 30 лет в израиле продолжаю изучать это непростой язык и некоторые вещи в иврите даже изменились но у нас дома есть собака ее зовут Луна такая смесь бельгийской немецкой овчарки классная хорошая собака когда дети ее купили притащили домой с щенком мы думали как назвать неделю думали и потом одна из дочек сказала назовем ее Луна это с итальянского Луна Луна и так она стала Луна неделю у нас взяла по этим стихам которые написаны в Бытие 2.20 Адам только был сотворен и Бог проводит перед ним всех животных весь животный мир то есть Адам не закончил в Оксфорде кафедру по зоологии или биологии но называя животных он не давал им никнейм кличку Луна это кличка он давал он давал выражение характер выражающий их вид к примеру собаку он называет келев на иврите келев те люди которые знают иврит ке это как а лев это сердце подумайте как это название объединяет род собак то есть ты ее можешь дома забыть покормить забыть но ты только ты зайдешь в дом она выскочит тебе навстречу и будет махать хвостом и ласкаться к тебе осел хамор хамор это происходит от слова хомер то есть хомер это материальное говорят я не был этому свидетелем но я слышал что чтобы направлять осла у него перед носом на палочке вешают морковку и в какую сторону ее поворачивают туда осел и направляется конь на иврите сус от слова сас радоваться торжествовать то есть каждое слово оно выражает характер то есть он как будто взял увидел и понял назначение предназначение то есть его интеллект просто зашкаливает женщина 9 месяцев носит ребенка у себя в утробе и до последнего дня не знает какое имя дать Адам открывает глаза и перед ним проходят все живые существа сотворенные творцом и он каждому дает имя вы можете представить объем его интеллекта но это еще не все я сейчас буду дальше рассказывать физически я уже говорил об этом но ему было сказано не съешь оттуда потому что помните как в том фильме не ходи туда снег башка попадется все мертвы будешь не ешь от того дерева ибо смертью умрешь а если не будешь есть значит будешь жить то есть странная вещь сегодня люди живут если 80 лет говорят молодец 90 очень круто а кто до ста дотянул это вообще супер а тело адама было по умолчанию предназначено для вечности то есть он был сотворен для вечности мы даже не понимаем эту суть но сегодня когда говорят тебе 40 если ты проснулся и у тебя ничего не болит так ты уже умер а он даже согрешив имел жизненную силу позволившему ему прожить 930 лет то есть вы можете представить разницу я сейчас говорил про интеллект и про физические силы сейчас немножко поговорю еще про духовные но еще немножко про интеллектуальные опять я повторяюсь этот кусочек я назвал фантазия Леона вы можете посмеяться с этого но Господь сотворил то есть он насадил сад Бог не Адам насадил сад Бог насадил сад и посадил туда Адама и говорит ему возделывай и насаждай возделывай не в смысле занимайся садоводством разводи там разные виды пшеницы или еще чего-то а возделывай то есть управляй всем этим смысл знаете примерно какой сейчас я вам приведу место из писания я думаю сразу многие догадаются помните ученики просили у Ишуа веру Ишуа им сказал если вера ваша будет как горчичное зерно то скажете горесье и она передвинется в море я очень сильно подозреваю что введя Адама в этот сад Господь ему сказал вот это место я отдаю тебе я его сделал совершенным но ты возделывай типа а вдруг тебе надоест этот ландшафт ну передвинешь пару гор то есть это звучит шуткой но интеллект Адама проникал в совершенство Творца сколько у нас берет лет жизни чтобы хоть чуть-чуть познавать Творца а Адам был с этим сотворен но я вам сейчас покажу еще одно интересное выражение и вы подумаете охранять сад охранять сад от кого во первых в новом завете есть очень интересный пример там сказано и все наверное помнят что Господь не дает нам нести чего-либо сверх наших сил то есть по нашим силам то есть когда Господь говорит Адаму ты это храни возделывай охраняй значит Адам мог это сделать и от кого охранять от злых зверей но еще не были сбиты балансы грехом и звери еще не стали дикими и кровожадными я не знаю там за больших каких-то существ животных и прочих но по всей видимости ну мы потом очень скоро в третьей главе уже читаем про змея то есть охранять от какого-то вторжения врага кого-то кто может прийти соблазнить искусить и человек может храни храни вы знаете я сейчас подзабыл автора одной фантастической книги то ли Айзек Азимов то ли Рей Брэдбери я не помню кто написал эту книгу я еще в детстве ее читал но там была такая штука какие-то инопланетяне я не верю в инопланетян я верю в пересекающиеся миры в которых живут небожители но в той книге было написано что какие-то инопланетяне хотели прилететь на землю чтобы тут поработить человеческий род и они послали разведчиков и те прилетели назад сказали да там все примитивно у них даже техники никакой нету они примитивными какими-то мотыгами обрабатывают землю короче флот инопланетян стал спускаться на землю и когда люди работающие в полях увидели спускающийся флот инопланетян они подняли руки и потом как инопланетяне описывали какая-то неведомая сила подхватила и выкинула их из галактики они собрались опять на совет и говорят что же нам делать и тут один говорит у меня есть идея давайте поможем им изобрести колесо и они подкидывают идею создания колеса и прошло там тысяча лет и они говорят ну вот сейчас мы пойдем и завоюем их короче говоря это очень библейская история кроме инопланетян у Адама была духовная сила если Бог ему сказал охраняй по новому завету не дает сверх сил он мог охранять сад и защитить а сейчас пример все мы знаем пророка Даниила это ну как бы супер пророк величайший из пророков и человек молитвы которого Бог слышал помните закрыл пасть львам там эти вышли оттуда это вошло он видел такие видения и однажды он молился две недели или три недели я сейчас не помню это в 10 в 10 главе 13 стих написано и на каком-то этапе приходит к нему тот же самый ангел который потом благовествовал матери еще Мирьям что она родит сына Божьего Гавриэль и он говорит Даниил с первого момента твоя молитва была услышана на небе но князь царства персидского 1013 Даниил 1013 стоял против меня 21 день да три недели и только когда Михаил то есть Майкл или Михаэль Микмоэль его имя переводится кто как бог пришел один из первых князей это считается Михаэль он считается покровителем израильского народа пришел помочь мне и тогда я стал сражаться там при царях персидских я пришел к тебе то есть по сути Гавриил говорит Даниилу ты супер крутой пророк я особенный посланник а Михаил он вообще мощь там на небесах мы троем противостояли этому князю персидскому и с трудом его преодолев за 21 день я пришел к тебе так послушайте Адам один без всяких князей и без всяких ангелов был уполномочен и имел духовную власть охранять сад в 6 книге бытия мы будем читать что уже падшее человечество но еще не до конца деградировавшее настолько заинтересовало сынов божьих что они шли и женились с дочерями человеческими чтобы познать что это там у людей и есть короче говоря я вам сейчас рассказываю фантазируя потому что у меня нет других инструментов что тот первозданный мир был супер силен супер совершенен и у нас даже слов нету это все выразить один маленький дополнительный пример потому что время стремительно заканчивается я закончу через пару минут мы все помним Каина это был такой человекоубийца помните что ему Господь сказал когда он затаил зависть первобытную зависть на брата своего Господь ему сказал Каин что ты не поднимаешь лицо не делаешь добро у дверей грех лежит он влечет тебя к себе но ты господствуй над ним первый брат та убийца по слову священного писания и подтверждению нового завета говорит что он имел силу господствовать над грехом великий апостол Павел в 7 главе 19 стих послания к римлянам заявляет совершенно другое доброго которого хочу не делаю а злое которое не хочу делаю то есть вдруг он рассказывает что мы намного ослабели по сравнению с тем что было там короче говоря я сейчас наверное уже не имею времени но первые главы бытия рассказывают даже о падших людях мы поговорим о падении следующий урок это будет минус первый шаг или шаг вниз на следующей неделе поговорим но сейчас я просто хочу сказать что наполняло человечество и их творческие силы когда они были еще там близки к дню сотворения даже уже согрешив мы читаем они стали возделывать поля они обрабатывали железо играли на музыкальных инструментах строили города вы знаете по всему миру находят мега мегалитические сооружения архитектурные произведения древности которые прошли через тысячелетия и стоят до сих пор и более того сегодня нету инструментальной базы чтобы это повторить нету они владели умом и возможно технологию развили до такой степени что они могли оставить тысячелетия после сохранившиеся архитектурные когда я читаю обрабатывали железо я уверен что это не обрабатывали железо ну то есть не в буквальном смысле там ковали железо они могли понимать суть материи они могли связывать вещи до которых мы сегодня не можем связать и они могли делать такие вещи некоторые говорят я читал одно исследование про пшеницу и они говорят та пшеница которая сегодня засевается ну все это измененная от дикой пшеницы из древних времен пришедшие по всей видимости они знали этот секрет как это короче говоря что я хочу сказать то поколение которое мы не понимаем которое было полно движущей силой жизненной силой которому можно присвоить знак сто процентов мы далеки от этого но этот совершенный мир был мы поговорим на следующих уроках о падении и потом будем говорить о восстановлении но я сегодня хотел описать вам что бог в третьей главе деяния апостолов в 21 стихе обещал восстановить я хочу прочитать этот стих чтобы оставить вас этим стихом потому что это великое обетование это не на альфа центавра это здесь и как я повторял повторюсь говорил прошлые разы много синонимов этому выражению в библии и вас назовут восстановителями развалин и вы восстановите разрушенные города и вы увидите возрожденный сион и вы покаяться мой народ и я как там сказано восстановить и обратиться мой народ ко мне я восстановлю землю деяние 3 21 20 21 да придут времена отрады от лица господа и да пошлет он предназначенного вам еще мессию которого небо должно было принять до времен исправления всего там на греческом слово исправления всего что говорил бог устами всех своих пророков от века я уложился нет я украл у вас две минуты я хочу сказать спасибо за ваше внимание пусть бог благословит всех пишите ваши комментарии я отвечаю на них в прямо чате и ну надеюсь что вам было интересно но я ни в коем случае не склоняю вас вот примите мою точку зрения думайте думайте раскройте себя перед священным писанием перед господом богом перед руаха кодыш и пусть вы увидите шире помните я прошлый раз приводил пример иабетта или иавис на русском языке расширь пределы мои или как в исае сказано пророчество расширь пределы твои расширь развернись бог хочет чтобы мы верующие этого поколения знали больше понимали больше захватывали верой больше и ожидали исправления всего участвуя в этом не быть просто зрителями а участниками через добрые дела через правильное взаимоотношение с ближними через почитание священных писаний и заповедей которые нам даются через молитву через взаимоотношения с нашими домашними короче говоря пусть бог благословит каждого из вас еще раз спасибо за внимание спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok